Всем привет! Сегодня поговорим об одной из корректировок в формуле расчета по азотному питанию. Кто не знаком с формулой, переходите в рекомендации, просмотрите первое видео, о чем я рассказывал. И давайте вот начнем. Начнем про солому, про поженивно-корневые остатки, в том числе бобовых культур, и когда какие корректировки необходимо вносить. Значит, первое это солома, такая хайповая тема, все знают, что необходимо добавлять азот, чтобы она там быстрее переработалась. Почему, да? Что вообще из себя представляет солома? В соломе есть полпроцента азота в среднем. То есть, и в соломе очень много органического вещества, и всем известно из научных каких-то данных, что очень большое соотношение углерода к азоту именно в соломе. То есть, соотношение углерода к азоту в соломе именно зерновых культур, там порядка 80-90, на одну часть азота приходится 80 частей углерода. Другая ситуация немножко в зернобобовых культурах, в поженивно-корневых остатках, но об этом мы попозже переговорим. Итак, помимо азота в соломе есть еще фосфор, там 0,25%, да, и калия еще 1%. То есть, я возьму макроэлементы, вот прикреплю вам, да, сколько вообще, чего в соломе содержится. Там, в принципе, весь набор, то, что культура потребляет, в какой-то степени содержится именно в соломе. Ну, и по общеизвестным данным нам говорят, что необходимо добавлять 10, там 12, ну 10 килограмм азота. Для того, чтобы сократить данное соотношение углерода к азоту до 20, и тогда солома очень быстро перерабатывается и так далее. В противном случае, там, микроорганизмы будут отвлекать почвенный азот на переработку соломы, и в этом случае культура будет, как бы, испытывать дефицит азота и будет угнетаться в развитии и прочее, да. Помимо всего этого, при переработке соломы общеизвестно, что выделяются фенольные вещества, которые являются токсичными для растений, а также ряд органических кислот, которые также влияют угнетающие на растения. Вот в этом моменте очень важно, чтобы у нас пожневные остатки были равномерно распределены по полю, да, потому что у нас сейчас 9-метровые жадки, на 4-5 метров раскидываем, вот такие пробелы не перекрытые, поэтому не только в технологии no-kill или прямого посева необходимо равномерное распределение пожневных остатков. Оно, в принципе, необходимо в любой технологии. Еще стоит разобраться, сколько соломы вы все-таки вносите на свои поля, да, потому что, допустим, селекция азимой пшеницы, она ушла в карликовость, конкретно за последние, там, десятилетия настолько карликовые сорта стали, что там соломы даже при урожайности, там, 70 центнеров, ее там не так много на поле. На яровых культурах другая ситуация, то есть селекция по яровым культурам, она еще не ушла в карликовость, только у зарубежной селекции, да, а у нас они еще, как бы, очень много соломы, большая биомасса растений, там, заходишь, вот так тебе пшеница стоит, на зиму зайдешь вот так, на яровую вот так. Поэтому надо еще разобраться, сколько вы тонн вносите. Если на яровой вы вносите примерно на одну тонну зерновой продукции где-то полторы тонны соломы, да, то на зиму, наверное, это меньше тонны, то есть на одну тонну зерновой продукции. Вот, это тоже важный момент, и теперь, когда все-таки применять корректировку к формуле? Я лично в своей практике, если у меня урожайность, там, в Сибири 15-20 центнеров, я вообще эту корректировку не применяю, в ней смысла нет, да, то есть там вносишь, ну, там этой соломы попадают 2 тонны, там, 2,5 тонны на поле, это, ну, как бы, не критично. Вот, если у вас урожайность на яровых культурах уже пошла за 35-40 центнеров, там соломы будет уже просто очень много, и вы получите все те негативные факторы, там, фенольные, органические кислоты, особенно, если вы за комбайном, там, на 4 метра распределили эту солому, как-то ее заделали в почву, да, и вы потом полосы вот эти вот и получаете у гнетенных растений, потом гадаете, что же это было, с чем же это связано. Так вот, если у вас интенсивное производство, большие урожайности, то вам конкретно необходимо вводить корректировку на данные, чтобы данные негативные факторы нивелировать, да, если у вас небольшие урожайности, и озимые, там, допустим, вы получаете 40 центнеров, но соломы там тоже не так много, да, в связи с селекцией озимых культур, поэтому корректировка вводится не всегда, вы должны понимать, что при высвобождении, значит, ну, внесли вы 10 килограмм азота, и высвободили при этом 5 килограмм, практически нивелируется по азоту, да, как бы ситуация, ну, помимо этого, вы высвобождаете на одну тонну 2,5 килограмма фосфора, значит, 10 килограммов калия, причем по калию вообще интересная ситуация, да, в отличие от азота и фосфора, у калия вынос соломой, он больше, чем основной продукции, то есть побочка выносит калия больше, чем основная продукция зерна, соответственно, вы практически там 70% калия обратно в почву, и когда он высвобождается из соломы, то он весь в почве в доступной форме для растений, и поэтому во многих регионах калий это не лимитирующий фактор, да, если у вас только не легкий по гранулометрическому составу почвы, или там не какой-то, я не знаю, подзолы, там, серые лесные, малогумусовые, там, с малой органикой почвы, ну, вот, в основном, в основных регионах калия, в принципе, достаточно, да, сколько я вот по практике анализов и так далее посмотрел, поэтому, какие плюсы от этого, и как надо работать с соломой, выбирать вам, но самая идеальная технология, да, не надо ее запахивать, запахивать, когда солома попадает, один из комментариев был в анаэробные условия, она там очень долго лежит, на глубине, там, 30 сантиметров, эта солома так и пролежит, самое идеальное, это, там, гущение или дискование, разбросал азотное удобрение, задисковал, да, сразу после уборки культуры, и у вас есть больше промежуток времени, чтобы эта солома переработалась, да, с максимальной скоростью, с минимальным соотношением углерода к азоту. Вот то, что я хотел сказать по именно соломе зерновых культур, да, но есть еще у нас пожнивно-корневые остатки бобовых культур, которые, как немногие из вас знают, работают три года, они вот как фосфорные удобрения работают три года, об этом я тоже, когда фосфорные удобрения, буду снимать видео, формулу напишу, все эти коэффициенты, все то же самое про фосфорные планирую рассказать, но при этом пожнивно-корневые остатки зернобобовых культур, да, они также работают три года, в первый год там максимальное использование и так далее, но тут есть нюанс, мы так думаем, вот я убрал там горох, да, я осенью измерил на азот, у меня там должно быть много азота, нет, так не бывает, у вас там до осени был какой-то промежуток, пожнивные корневые остатки, они начали уже перерабатываться, да, культура уже не живая, они начинают перерабатываться, и высвобождается азот из там клубеньковых бактерий мертвых, да, бобовых культур, но он так быстро не высвободится, он сразу недоступен растениям, поэтому это тоже процесс переработки, который дает вам дополнительный азот. Сколько он дает азота, ну не знаю, по моей практике, на 20 центнеров урожайности предшественника гороха, да, я где-то заменял 100 килограмм аммиачной селитры, это плюс 5-7 центнеров я получал от предшественника гороха 20 центнеров, были предшественники 36 центнеров с гектара, там уже получал плюс 10 центнеров, да, ну вот и сравните, 20-35, ну примерно аналогию проведите, то есть от 5 до 10 центнеров первый год спокойно получить, но он будет работать и во второй год, там по-моему 10-15%, в первый год 25%, 30%, во второй год 10-15%, и в третий там 5-10%, ну 5% где-то, то есть по всему обороту корневые остатки гороха, они будут работать, это научно доказано, поэтому пользуйтесь. И какую корректировку? Ну вот корректировка вам к бобовым культурам, то есть если у вас в почве, то есть небольшое содержание после гороха, вы учитываете, что эти корневые и пожневные остатки гороха, они сработают вам на год, это надо держать в уме, то есть вам не надо больших доз азотных удобрений, если вы не сбалансируете, ну у вас там недостаточное фосфорное питание. Имейте в виду, что вот такие вот прибавки примерно даст вам зернобобовая культура. Вот, я рассказал о двух корректировках, в следующем видео я расскажу о корректировке по глубине обработки по агротехнике и как она влияет на текущую нитрификацию, потому что в одном из видео написали комментарий, расскажите об этом, там кучу лайков собрал этот комментарий, поэтому тема интересная, в следующем видео ждите, а сейчас подписывайтесь, жмите колокольчик и до новых встреч, пока!